Вот так отчаянно бьют по мячу студентки, спортсменки и просто красавицы. Все они участницы краевой универсиады вузов. Играют сильно, но аккуратно задумываясь о красе ногтей. Вы же все-таки студентки, девушки, да? Как-то маникюр там что-то делаете? Да, вот делаю. А как вы играете? Подожди, вот ты особенно, как ты играешь? Это не мешает. Больно иногда, но это не мешает никак. Однако маникюр маникюром, а волейбол волейболом. Выигрывает здесь не тот, кто лучше выглядит, а тот, у кого больше игрового опыта. Команда университета экономики и права разделывается со всеми своими соперниками легко. Сейчас под раздачу попали девушки из Дальневосточного юридического института. Они держались достойно, но уступили. Возможно, все дело в подготовке будущих правозащитников. У нас тренировки пять дней в неделю. Пять раз в неделю. Когда у вас время находится на учебу? Ну, учимся после учебы, сразу же едем на тренировки, потом в какой-нибудь уроке и ложимся спать. Никакой личной жизни нет. На подобных состязаниях по волейболу есть свои звезды. Они могли бы претендовать на попадание в профессиональные команды. Но таких клубов в Дальневосточной столице, к сожалению, уже нет. Хотелось бы, конечно, команду. И вообще у нас край любит волейбол. И смотреть приходили много очень народу. Была команда у нас в суперлиге играли, и мужская команда в высшей лиге играла. Сейчас нет ни женской команды, ни мужской. Поэтому хочется, чтобы у нас край возобновился. Возобновился этот вид спорта, потому что очень красивый. В этих состязаниях приняли участие представители шести вузов. Победители турнира получат шанс выступить на Дальневосточных состязаниях, а возможно попадут и на Всероссийские. А если в Хабаровске создадут профессиональную команду, то девушки смогут попробовать себя в ней. Павел Игошин и Денис Лесняков. Программа «Настоящее время». Программа «Настоящее время».